Всем привет! Спасибо, что заглянули на мой канал и в этом видео я наконец-то покажу вам свои гели для душа, свою коллекцию, свои запасы. Давайте посмотрим, что у меня есть. В основном у меня гели сетевых компаний. Посмотрите коллекцию, если любите такие видео. Но думаю, если заглянули, значит любите, значит вам интересно посмотреть, у кого сколько гелей. Я вообще лично люблю такие обзорчики смотреть. Гели бывают все разные, каждые бутылочки уникальны по-своему. Ну и не буду долго затягивать, давайте начнем. Начать я хочу с гелей для душа от Фаберлик. Раньше их количество у меня было в меньшинстве, теперь же их тоже много накопилось. Мне самой аж интересно посчитать. Сейчас буду все выставлять, показывать. Начну с Фаберлика, потом Арифлейм, Эйвен. Посчитаем, подытожим, сколько все вместе гелей и сколько гелей от каждой сетевой компании. Ну и давайте начинаем. Сколько можно уже болтовни. Вот такой гель из линейки Витамания, объем 380 мл. Гель имеет кремовую консистенцию, очень классный аромат. Это у нас черника и смородина с фруктовыми кислотами. Обалденные гели. Вот такой из этой линейки. Далее из этой же линейки у меня есть вот такой. Лайм и ананас. Далее манго и папайя. И арбуз и дыня. Далее линеечка Бонжорно. Вот такой Бали с ароматом личи и франжипани. Бананос. Это у нас манго и цветок банана. Бразиль. Аромат бразильского кофе и коричневый сахар. И вот такой Таиланд. Аромат кокоса и ананаса. Из этой линейки Бонжорно у меня 4 геля для душа. Вообще в этой линейке их больше, но я решила остановиться на этом. Остальные брать пока не стала. Из линейки Ботаника у меня только вот такой один с ароматом зеленого яблока и мяты. Ограничилась пока только этим. Тоже в этой линейке много чего интересного. Много каких гелей. Ну, пока остановимся на этом. А дальше, по мере того, как будут у меня заканчиваться гели, я постепенно и другие попробую. Объемчик 400 мл. Далее на очереди линейка Бьюти Кафе. Это тоже все же Фаберлик. Малиновый мельфей. Клубничный макарон. Недавняя новинка. Банановый мусс. Лаймовый сорбет. Апельсиновая меренга. И черничный капкейк. Далее пойдут лимитки из линейки Лавли Моменс. Вот такой карамельный с тигренком. Вот такой с коровкой. К Новому году выпускались. Год быка был, год тигра. Это ягодные зимние ягоды. Яблоко и корица. Баблгам. Новогодняя выпечка. Из этой линейки у меня еще был лимонный пирог, но он уже давно ушел в пустышки. И новинка Кокосовая мечта. Такая цветочная линейка выпускалась к 8 марта. Это у меня Магнолия. Также была роза, лилия, тюльпан. Но потом я от них избавилась и решила оставить только Магнолию. И от Биоси Бора Бора Тропический Микс. Это все мои гели для душа от компании Фаберлик в количестве 23 штук. Следующий гель я вам покажу от компании Арифлейм. Вот такой гель из линейки Биотаникалс. Очень вкусный аромат. В принципе, все гели, которые показываю, у них у всех вкусные ароматы. Уж ароматы описывать не буду, просто покажу, какие есть. Из линейки Feel Good Be Happy с ароматом красного апельсина и куркумы. Be Happy у нас парфюмированный гель для душа. И еще из этой линейки был такого малинового цвета с ароматом сливы. Ароматик у меня такой еще есть, он мне нравится. И вот я его перелила вот сюда, в дозатор, вот в этот. Эссенция Гоу здесь была желтенькая лимона вербена. Но вот именно вот такой из линейки Feel Good сейчас здесь находится, в этой бутылочке, в этой баночке. Вот такой, с таким ароматом. Loft Up из линейки Feel Good. И вот такой мусс, который можно использовать и как для бритья, и как средство для принятия душа. Два в одном он идет. Еще нашла один гелик от Faberlic из линейки Lovely Moments. Прошлогодний, новогодний выпуск. Это Вишневый лимонад. Вот, нашла в коробке среди гелей с Reflame, затерялся. И значит, получается у меня от Faberlic 24 геля. И еще один нашла от Faberlic. Думаю, где-то же он должен у меня быть. Грушевое парфе. Парфюмированный гелик, одноименным ароматом. Вот такой летний гель Sankis Garden. Был у меня этот аромат, очень нравился. Все, вообще уже старинки показываю, которые давно пора было использовать. И сроки уже вышли. Но на аромат это не влияет, ничего страшного. Использую все равно потихонечку. Но их уже пора брать в использование. Также еще вот такой летний. Elvie Summer Joy. Тоже у меня был ароматик. С ароматиком я рассталась. Но хоть вот гели остались, вспомню. Divine Royale. Этот аромат еще у меня остался, есть. Все в наборах заказывала. Еще и лосьончики для тела даже такие были. И Miss Giordani Intense. Вот такие четыре гелика парфюмированные. К одноименным водичкам. Вот эти цветочные гели выпускались к 8 марта. Вот такие гели из линейки Vita Kea. С витамином Е они идут. Были бюджетные. Апельсин, макадамии и лайм и имбирь. Вот такие новогодние лимитки. Ягодные ароматики. Брусничка и черничка. С кремушками для тела выходили. Кремушки я такие уже израсходовала. Далее на очереди моя любимая линейка Love Nature. Вот такой клубника и лайм с косточками клубничными. Уже тоже давно пора взять в использование. Стариночка. Уже перевыпускали. И не первый раз он у меня очень нравится. Какие-то гели у меня только в единождем экземпляре. И я их даже до этого не пробовала. А этот вот повторяла много раз. И вон тот мусс Love Up у меня уже тоже был. Недавно вот такой приобрела. Тропический. Акция хорошая была. А так гели Love Nature уже подорожали. Я уже перестала их покупать. Уже перешла на гели Faberlic. Вот такой мой любимый. Кокос и дыня. Тоже у меня уже много-много раз был. Прям очень нравится мне этот аромат. Вот такой с оливой и алоэ. У меня было жидкое мыло такое. И вот гель. Классный тоже такой зеленый аромат. Что я все аромат описываю. Говорила, покажу и все. Чтобы не занимать ваше время. И вот такой малиный мят. Тоже в старом оформлении. Обожаю. Очень-очень обожаю именно вот этот аромат. Малиный мят. Один из любимых моих гелей из этой линейки. И тоже он у меня уже пятый раз. Закончится. Через какое-то время я тоже снова его повторю. Прям люблю. Ну и завершат показ гели от Reflame из линейки Discover. Очень я раньше любила эту линейку. Жаль, что ее вывели. Но я рада, что у меня еще несколько штучек есть. И несколько штук я тоже повторяла несколько раз. К примеру, вот это. Джунгли Коста-Рики. Очень нравится. Классненький ароматик. Когда были эти гели, у меня прям ностальгия. Нахлыновает по тем временам. И до этого они тоже по-другому выглядели. Ну а крайний раз вот так. Это к Новому году. Новая Зеландия. Перевыпущенный. Аромат киви и еще чего-то. Ну, свеженький аромат. Сейчас уже не помню. Много лет прошло. Вот такой. Ночи в Париже. Лимиткой выпускался. Вот такой в объеме 400 мл. Лаванда и апельсин. Голливудские мечты. Цветочный аромат. Пион и жасмин вроде. Следующий. Пляжи Калифорнии. Фруктовый аромат. Манго с лимончиком. И Танзания. Итого я насчитала 27 гелей для душа от компании Арифлейм. Ну, и вот такой маленький, если его можно засчитать, 28-й, 30 мл. Беру я его в бассейн. Вот нужно дотратить. Немножко осталось. Крем для душа с ароматом миндаля. Следующие гели, как вы уже могли догадаться, будут от компании Эйвен. Начну с больших бутылочек. Вишневый коктейль 500 мл. Спелая вишня. Фламинговый закат с ароматом розового ананаса и франджипани. Крем-гели для душа по 400 мл. Овсяное молочко и василек. И кокосовое молоко и малина. Из линейки Эйвен Кея восстановление масла кокоса. 400 мл. Мятная свежесть с ароматом мяты и огурца. Морская лагуна с ароматом фруктов и мускуса. Малиновое удовольствие с ароматом малины и черной смородины. И старое оформление линейки Сенсес. Вот такой морская лагуна с сочной грушей. Думали, что эти два одинаковые. Вроде как их обновили, перевыпустили. Но нет же. Здесь написано, что фрукты и мускус про грушу ничего не сказано. Но так как говорят, что груша и груша это есть фрукт. Возможно одно и то же. Из бутылочек аромат немножко разный. Но этот поновее, этот уже старый. Может быть свойства свои уже немножко поменял. Но не сказать, что прям одинаковые один в один. Это можно испробовать только в душе при контакте с водой. Но все же пусть они у меня будут. Я все равно не буду их считать одинаковыми. Бутылочки причем разные. Весенний букет с ароматом бергамота и жасмина. Имбирный пряник на любителя. Лимитка была какая-то неудачная. Посмотрим, как будет при контакте с водой. Но из флакончика больно ядреный резкий аромат. У меня от него болит голова. Возможно попробуем использовать как жидкое мыло и мыть им руки. Или даже может быть разбавлю с водой. Посмотрю. Пока не хочется его брать в использование. Но когда-то придется. Вот такой еще иностранец. Посмотрите, ни слова по-русски. Это у нас абрикос и грейпфрут. Очень мне нравится этот аромат. Был у меня спрей, был у меня скраб. Очень-очень люблю, нравится. Вот такой ландыш и яблоко. Сокровища зимы с ароматом малины и ванили. Романтический райский сад. Экзотические фрукты и пион. И последний манго и ананас. Итого 16 гелей от компании Avon. И остальные гели. Вот такой дав. Давненько он у меня тоже. Пора бы брать в использование. Попробую и как гель, и как жидкое мыло. Буду делить. Когда много гелей, уже как-то их используешь. Не по назначению. Мандарин и цветок тиаре. А нарисовали какой-то апельсин. На мандарин как-то не очень похоже. Кремовый такой. Крем-гель. От Камей. Вот такой гель. С ароматом французской розы. Гели сетевых компаний. Я сама себе приобретала. А вот эти мне подарили на Новый год или на 8 марта. Вот такие я заказывала на Азон. Оставила два. Потому что малинку я обожаю. Все, что связано с малиной. Поэтому пусть будет два. И брала тогда по бюджетной цене. Аромат лесной малины. Секреты сибирской травницы. От бабушки Агафьи. Малина Агафьи. Вот надо так назвать. Раньше просто была Агафьи. А теперь то банька Агафьи. То назовут по-всякому. В составе даже сок диких ягод. Тут прочитала состав. Сок малины присутствует. От Лепетит Марселье у меня Грэпфрут и Тимьян. От Эвраше остался только один. Жордан Дюмонт. Это у нас Малазийская Карамбола. Еще из ванной принесла мужской. Цветы пустыни. Гель и шампунь два в одном. С ароматом колючей груши и пачули. Осталось немножко. Скоро отправится в пустышки. Вот в этой баночке у меня перелит Арифлеймовский Исландия. Который Дискавер был. Отдала мужу. Перелила в дозатор, чтобы удобно было пользоваться. От Миксит у меня вот такой есть. Арбуз и мята. Заказывала на Сбер Мегамаркете. Не содержит СЛС, силиконов, парабенов с натуральными экстрактами. Объемчик 425 мл. Вот такой на Валбере заказывала недавно. Шампунь, кондиционер и гель для душа. В принципе мы сейчас шампунь не смотрим. Но так как это еще и гель для душа, да, можно и так и так использовать. То покажу. Можжевельник и шалфей. Это я для мужа заказала. Чистая линия. Объемчик 400 мл. И вот такой еще гель для душа. Я люблю кофе. От 100 рецептов красоты. 385 мл. Покупала в магазине Светофор. По рекомендациям. Насчитала 78 штук. До этого я снимала обзор. Было 70. Какие-то ушли, другие пришли. И я думала, что у меня уже штук 80. Но все же не буду до 80 добивать. Остановлюсь на этом. Какие-то уже скоро в пустышки отправятся. Возьму новые в использование. И думаю, все. Пора мне прекратить покупать гели. Этого мне хватит на несколько лет. Нужно расходовать то, что есть. Всех гелей не напробуешься. Их каких только нет. Когда только успевать пользоваться. Поэтому, думаю, остановиться. Специально сняла это видео. Чтобы самой себе наглядно показать. Ну и вам тоже поделиться. Показать свою коллекцию. На этом у меня все. Пока-пока. До новых встреч. Пишите, какие гелики у вас есть. Или были. Что вам знакомо. Может быть, ностальгия какая-то нахлынула. Среди гелей Арифлейм или Эйвен. Пока-пока. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok